Лес чудес Дмитрий Пивоваров познакомился с семейством кошачьих. Я для них создаю чудо. Вот сказку надо сделать детям. Поэтому лес чудес. Чудеса, самые главные чудеса, создает человек своими руками. Погружение в атмосферу начинается с первых же шагов. Ведущие в холл концертного зала правила игры принимаются единодушно. В спектакле лес чудес работает 35 кошек. Есть долгожители, а есть новички. Это очаровательное существо, зовут Нора. В труппе работает также сын знаменитого Бориса. Но он очень ягодистый и на руках не усидит. Если театр кошек у Кулачева давно уже носит титул первого и единственного в мире театра подобного толка, то поселок Семис, находящийся на южном побережье Крыма, претендует на титул настоящего кошачьего царства. Виной тому гора Кошка, которая озаряет своим видом и вдохновением многих отдыхающих. Кстати, в кошачьей труппе Кулачева работают мохнатые артисты, чьи прародители еще населяли постсоветское пространство. Кошка не просто выбегает и делает трюк, а она актриса, она играет. Видно это, что ей нравится. Все свои данные природные она дает зрителю, и зритель это вдохновляет их. Они это радуются. Глядя на атмосферу волшебной сказки, понимая, что выражение «живут как кошка с собакой» не про этих артистов. Скорее, ребята, давайте жить дружно. Дмитрий Пивоваров, Владимир Ладушкин, Телеканал Эфир. Дмитрий Пивоваров, Владимир Ладушкин, Телеканал Эфир. Продолжение следует...